Как добрались? Нормально. Эвакуировались без осложнений. Даже сейчас подполковник Олег Ефимов сохраняет чувство юмора. Как-никак полжизни прошли в Одессе, хотя родом он из России. На Украину попал по распределению из военного училища в конце 80-х. Офицер запасов, ветеран спецподразделения «Беркут». Когда в конце декабря узнал о трагедии из ТУ-154 по Сочи, сразу пошёл к российскому генконсульству. Говорит, знал, у ворот уже дежурят националисты. Я знал, что цветы они выкидывают в урны, и это их не богохульство. Ну, антихриста, что могу сказать им. И хотел представителя консульства, хоть уборщицу мне всё равно. Главное, цветы передать, чтобы они положили там. Как только подполковник Ефимов появился у ворот нашего консульства, украинские радикалы окружили офицеры и устроили допрос на камеру. Вы принесли квиты. Это на честь чего? Честь чего? Любимый мой сын погиб. Я ветеран спецподразделения ОМОН «Беркут». Что ещё надо? Ответил чётко, хлёстко, по-военному. Такого снимавшие всё происходящее националисты явно не ожидали. Когда вышел представитель консульства, провокации и оскорбления в адрес России погибших в авиакатастрофе продолжились. Был какой-то гражданский человек, штатский, вот с такой профессиональной камерой, как у вас. То есть ребята на камеру работали? Да, на камеру. Знаете, я даже не думал ни о чем. Но я знаю, что я всегда правильно делаю в таких ситуациях. В эстерных ситуациях надо держаться. Он задержался и уехал домой. Но ещё и порога перешагнуть не успел, как на его телефон посыпали звонки СМС с угрозами ему и его семье. В интернете на офицера объявили настоящую охоту, выложив в сеть все личные данные. Инициатором травли выступил лидер одесской ячейки запрещенного в России правого сектора Сергей Стерненко. Это он снимал то самое видео нашего консульства. Там дежурил не первый день, хвастаясь в соцсетях фотографиями, как вместе с подельниками. Обливал краской стены и выкидывал цветы, что несли одесситы к нашему депредставительству. Его не раз задерживали, но всегда отпускали. Вот молочек. Всё у того же генконсульства. За спиной наручники, на лице улыбка. Какая полиция? О чём вы говорите? Они там дожность поделить не могут. У меня на первом этаже оружейка. Я сейчас могу уже сказать в эфир. Я на третьем этаже. Если что-то получится, мне придётся брать оружейку. У меня только травматик этот пистолет, ну, с разрешением. И брать оружие ей вперёд. Но друзья Олега Ефимова убедили, надо ехать в Россию. Если не ради себя, то ради безопасности близких. Ведь на Украине сегодня людям с такими убеждениями просто небезопасно. Это хорошо показало прошлое 9 мая, когда по всей стране националисты пытались осквернить праздник Великой Победы. Попали! 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 Оскорбляли ветеранов, а заметив в толпе Георгиевскую ленточку, тут же набрасывались. На Наталью Кудуеву её дочь молодчики напали в центре Киева. Настя была в пилотке с красной звездой, мама с георгиевской ленточкой на груди. Всё произошло на глазах у сотен человек. Полиция тоже была рядом, но никто не посмел противиться националистам. После случившегося Настя с мамой уехали в Россию. Бывший беркутовец Олег Ефимов тоже вынужден был покинуть Одессу. Сейчас он в Москве, а на его телефон по-прежнему приходят сообщения с угрозами. Александр Беливов, Татьяна Степовая и Борис Хаминов. Вести.